Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Кузьмич, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Скоро на карте областного центра появится новый жилорайон. Северный бульвар станет частью большого проекта по развитию района, заключенного улицами Красногвардейская, Щорса, Олега Кашевого, переулок Брестских дивизий, переулок авиационный. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы в действии. Областной кардиологический диспансер постепенно возвращается в привычный режим работы, используя новые методики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ноу-хау резидентов Брестского научно-технологического парка. Программно-аппаратный комплекс, позволяющий медицинскому работнику проводить удаленный мониторинг состояния водителей. Об этом и о многом другом в программе «Итоги недели» прямо сейчас. Строительство жилья – одна из приоритетных тем для областного центра. Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий продолжает пополняться. Поэтому представители вертикали власти стараются прорабатывать все возможные варианты возведения новых районов с учетом удобств их расположения для людей. О расширении городской черты сегодня речь уже не идет. Перед архитекторами и проектировщиками поставлен другой весьма интересный вопрос. Пересмотреть существующие площадки, оценить перспективность их использования и в случае выявления нерациональности предлагать на их месте варианты новой жилой застройки. Так, на карте генеральной застройки появился Северный бульвар. Проектируемый жилой район будет просматриваться при спуске с западного обхода. Что это будет за застройка, об этом не только прямо сейчас. За последние несколько лет областной центр существенно прибавил в новой жилой застройке. Многие привыкли к тому, что высотки с открывающимся из окон живописным видом в основном появлялись в заречной части города. Но планы у проектировщиков и архитекторов оказались еще более перспективными и дальновидными. Совсем скоро на карте областного центра появится новый жилой район в непосредственной близости с существующей жилой застройкой. Речь о так называемом Северном бульваре. Его детальный план сегодня является составной частью большого проекта по развитию района, заключенного улицами Красногвардейская, Щерса, Олега Кашевого, переулок Брестских дивизий, переулок Авиационный. Комплекс состоит из трех одинаковых сегментов с разноэтажными домами. Дома все будут выполнены в железобетоне, то есть с помощью Брежилстроя. Примерное количество квартир – 720. Проект будущего района детально разрабатывался представителями компании Брежилстрой. Несмотря на непосредственную близость с железной дорогой, архитекторы постарались сделать его достаточно чистым и экологичным, без доступа машин с закрытым вариантом планировки. Концепция предусматривает строительство жилого квартала с торговым объектом. Рассматривается возможность размещения там детского сада. Кстати, в рабочем названии слово «бульвар» не случайно. Планируется, что вдоль жилых домов будет обустроена аллея. Необходимо было отделить эту территорию жилой застройки от санитарно-защитной зоны. В этой санитарно-защитной зоне мы разместили парковочные места. И для того, чтобы уменьшить воздействие железной дороги, смой и шумов от нее, была идея сделать зеленый бульвар, который потом переродился в северный бульвар. Это территория, которая отделяет жилую застройку от санитарно-защитной зоны. Реконструкция территории – это достаточно сложный момент, потому что вокруг есть люди, вокруг есть существующая застройка, есть ограничения. Это всегда немножко затратно. И мы постарались это все объединить в одно, сделать комфортным жилье для тех, которые там проживают на данный момент. И в то же время сделать интересную и архитектуру, и интересную застройку для будущих жильцов этого района. То есть там будут предусмотрены встроенные помещения для хорошего эксплуатации этого всего района. Внутренние закрытые дворы без доступа автомобиля, то есть только эпизодического пользования, подвести мебель или еще что-то. Северный бульвар – один из вариантов так называемой вписываемой жилой застройки. Со временем этот участок должен получить более презентабельный внешний вид. Размещение там складских помещений такой возможности не давало. Решение детального плана, они максимально учитывают интересы жителей этого района. То есть остается и частный сектор, остается многоквартирная застройка. Но добавляется зеленый бульвар, добавляется торговый объект, добавляются парковочные места, добавляются транспортные проезды для более эффективного использования территорий, ну и возможность строительства жилой группы зданий. Плюс еще с учетом того, что сегодня введен в действие западный обход, понимаем, что при спуске западного обхода на Рябцево будет открываться эта застройка, поэтому будут еще повышенные требования к силуэту этой застройки, к ее выразительному архитектурному облику. Кстати, проект Северного бульвара сейчас вынесен на общественное обсуждение. Свои вопросы и предложения по нему можно внести согласно установленным законодательствам нормам. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что важно и что касается каждого. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы вновь в действии. Документ на очередную пятилетку, как всегда, включает большое количество важных положений, которые должны качественно отразиться на благополучии наших граждан. В системе здравоохранения в этот раз в центре внимания профилактика. Для медиков очень важно предупредить заболевание, либо выявить его на той стадии, когда благодаря достаточно локальному вмешательству можно помочь пациенту справиться с его проблемами и дать шанс на полноценную жизнь. На текущей неделе наши корреспонденты побывали в стенах областного кардиологического диспансера. Пообщались с его коллективом и узнали, как учреждение здравоохранения постепенно возвращается в привычный режим работы, какие методики за последнее время здесь были внедрены и что сегодня в приоритете. Все подробности в следующем материале выпуска. Сегодня коридоры областного кардиологического диспансера не так полны пациентами, однако людей, обращающихся за помощью, достаточно. Болезни системы кровообращения традиционно занимают ведущее место среди большого количества недугов. При этом лидирующими являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и теревобровоскулярные болезни. В статистике 2020-2021 особое место отведено такой проблеме, как срыв сердечного ритма. Это характерные последствия перенесенного коронавируса. Кроме того, в период пандемии люди просто боялись идти в центры и поликлиники за консультацией, а сейчас стараются наверстать упущенные, что уже не так просто. Сейчас мы наблюдаем большое количество пациентов. В основном две группы, которые у нас идут, основное количество – это пациенты с нарушениями ритма. Это в основном молодые люди, 40-50 лет, которые перенесли ковид в ноябре, в октябре, в декабре месяцы, и как последствия этого у них отмечается нарушение ритма. И вторая группа пациентов – это гипертоники. Даже могу отметить, что после перенесенного ковида, те, кто принимал препараты, и давление у них было хорошее, подобранные, целевые цифры, все было замечательно. К сожалению, после ковида наблюдаются немножко прыжки давления. Приходится регулировать терапию, переходить на другие препараты, но положительная тенденция, что оно потом нормализуется. Да, пандемия проверила медиков на прочность, но еще больше позволила внедрить передовые технологии и наладить работу онлайн. Теперь все чаще дектора областного уровня консультируют своих региональных коллег посредством телемедицины. Если же случай требует серьезного вмешательства, то пациент экстренно переводится в Брест, Баранович и Липинск, где получает всю необходимую помощь. Это имело какой-то смысл в этот год увеличить наше электронное, так скажем, здравоохранение, общение с пациентами по телемедицине с помощью онлайн-консультаций. Выросло много электронные рецепты выписка пациентам. В принципе, мы все время находились целый год, наши врачи, на связи с нашими диспансерными пациентами. Всегда звонили по телефону, выясняли какие-то вопросы, и если уже вопрос не решался по телефону, приглашали на прием. Конечно, особое внимание в рамках приема всегда отдается качественной диагностике. Правильно выбранная стратегия позволяет раньше выявить патологию и назначить правильное лечение. Работу специалистов областного кардиологического диспансера отличает комплексность. Здесь применяется самое передовое оборудование, а результаты исследования можно узнать в течение считанных минут. Мы смотрим сократимость миокарда на четырех картинках. Получается, в начале, в покое записываем, потом на начале нагрузки, на максимуме нагрузки и уже в восстановительном периоде. И сравниваем, как сокращается миокарда левого желудочка на всех этих этапах. После нашего исследования кардиологи уже решают, нужно ли на коронарографию отправлять пациента или не нужно. Но не всегда, к сожалению, удается обойтись без оперативных вмешательств. Шутки сердцем не проходят бесследно. И на операционном столе сегодня оказываются не только пожилые, но и люди трудоспособного возраста. Да, это страшно, но как иначе? Именно поэтому медики ратуют за соблюдение режима работы и отдыха, за правильное питание, которое также позволит поддержать сердце на многие годы вперед, а также за своевременную раннюю диагностику, либо по первым симптомам, либо по собственной инициативе. Если возникает загрудинная давящая боль, с радиацией в левую руку, без радиации, если вас впервые понятно обязательно вызвать скорую, если вы уже знаете, что это стенокардия, но вы приняли таблетку нитроглистерина, она вам не помогает, не терпите, вызывайте скорую. Чем раньше вы попадете в больницу, тем мы больше вам сможем помочь. У нас работает программа «Обследуй свое сердце в течение дня», где входит липидограмма, кардиограммочку можно сделать, УЗИ сердца, нагрузочный тест и получить консультацию кардиолога. Такой базовый, в принципе, со всеми обследованиями. Если уже необходимо, там холтерское митрирование, КГСМАТ, это все дополнительно. Но вот это можно пройти в течение нескольких часов. Мы каждый день записываем человека на эту программу. Это абсолютно не проблема. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Активность и креативность резидентов Брестского научно-технологического парка приятно удивляет. Они воплощают необычные идеи, которые идут на пользу людям. Это и печать на 3D-принтере, комплектующий для создания защитных экранов медикам, разработка программно-аппаратного комплекса для медицинского персонала и многое другое. Сейчас в главном инкубаторе малого предпринимательства Брестского региона зарегистрировано 69 резидентов. Специалисты одного из них, компании «Компьютерные информационные системы», разработали программно-аппаратный комплекс, позволяющий медицинскому работнику проводить удаленный мониторинг состояния водителей. О возможностях программно-аппаратного комплекса, о его плюсах, а также о перспективах в следующем материале. Начиная с 7 часов утра у приемного отделения Брестской центральной городской больницы выстраивается очередь. В основном мужчины. Среди них Николай Абрамук. Уже 30 лет подряд его рабочие будни начинаются именно так, с прохождения предрейсового осмотра, ведь он водитель скорой медицинской помощи. Мы проходим ежедневно для безопасности, для своего же, чтобы чувствовать нормально. Процедура предрейсового осмотра для водителей, на прохождение которой требуется всего пара минут, обязательно. Медицинский работник при наличии путевого листа и водительского удостоверения проверяет температуру и выполняет пробу прибором для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, медсестра спрашивает о самочувствии человека и в случае необходимости проверяет артериальное давление и пульс. Допуск не ставится, если у водителя имеют острое заболевание, например, травму, либо декомпенсацию хронического заболевания. Также допуск не ставится, если у водителя имеются пары алкоголя в выдыхаемом воздухе, Либо имеются признаки алкогольного опьянения, но порывы в дыхаемом воздухе не определяются. Также допуск не ставится, если водитель отказывается от предрейсового осмотра и не выполняет все условия, которые предлагает медработник. Ежедневно предрейсовый осмотр проходит порядка 50 водителей. Если раньше такая нагрузка медицинскому персоналу была не страшна, то в период коронавируса осуществлять осмотр быстро не всегда получается. Приходят на помощь современные технологии. Резиденты Брестского научно-технологического парка разработали программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить мониторинг в состоянии удаленно. Водитель самостоятельно проходит осмотр, результаты которого приходят к медицинскому работнику. Если измерение в норме, то врач подписывает заключение электронной подписью. Для начала работы необходимо идентифицироваться в системе водителю. То есть вариантов идентификации несколько существует. Самый простой это по распознаванию лица. Да, подтверждаю, что это я. Система меня опознала. И начинается процедура освидетельствования. В системе есть все необходимое. С его помощью водителю измеряют давление, температуру, определяют пары алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также проводят психотест. После прохождения предрейсового осмотра вся информация попадает в электронную медицинскую карту водителя. В любой момент всегда это можно просмотреть, проанализировать, увидеть. И, соответственно, медицинский работник, который дает заключение, в случае какого-то сомнения, он всегда может поднять медкарту этого пациента электронную и посмотреть, что, собственно говоря, более подробную информацию по этому пациенту. Ну, классический, например, если я увидел в медкарте, что я вчера был на приеме у терапевта. Почему, собственно говоря, я пошел на прием к терапевту? Надо будет... Вроде у меня показатели-то в норме все, но что-то меня беспокоит. Давайте мы уточним, что тебя беспокоит водителя. Может быть, действительно тебе нельзя в рейс, ты об этом умолчал. К этой системе появился интерес у многих предприятий. Не остались сторони и организации областного центра. Ведь этот программно-аппаратный комплекс помогает, особенно в период пандемии, обезопасить труд. Но те человеческого фактора упростить и тем самым ускорить работу. До пяти минут, но это позволяет водителям прийти в разное время и не находиться в очереди у фельдшера, медработника, механика и других людей. На сегодняшний день этот стенд, он уже реализован в некоторых формах и функционирует в Минске, в Мингазе. В ряде других предприятий, различных сфер деятельности идет этап внедрения, идет процесс сертификации. То есть мы смотрим, как дальше его, как широко дальше его использовать. Сегодня программно-аппаратный комплекс уже используют некоторые организации. В ближайшее время на базе Брестского научно-технологического парка пройдет большая презентация для предприятий города и области. В Беларуси утверждена государственная программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы. В программном документе особое место отведено охране окружающей среды и природных ресурсов. Брестской области в этом плане делается немало, потому экологическая ситуация по итогам 2020-го характеризуется положительно. Об этом представителям средств массовой информации заявил первый заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Беларуси Болеслав Перштук, принявший участие в итоговой коллегии ведомства. Все подробности в следующем материале выпуска. В 2018-2020 годы это трилогия малой родины. И задачи перед ведомством природных ресурсов и защиты окружающей среды стояли соответствующие. Каждый уголок родного края сохранить, привести в порядок. И это у брестских специалистов получилось. Данная национальная система мониторинга свидетельствует о сохранении устойчивых положительных тенденций в состоянии окружающей среды Брестской области. Реализованы мероприятия государственной программы охраны окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы. А также выполнены показатели социально-экономического развития Республики Беларусь в этой области. В прошлом году мы достаточно многое сделали на Брестской территории по укреплению материально-технической базы. Наверняка вы слышали, мы в том числе показывали через ресурсов информации, мы очень плотно поработали по укреплению материальной базы Белгидромета. И филиал очень укрепили в районе аэропорта, поставили новый радиолокатор. Мы сделали несколько новых станций автоматических. Поэтому нам важно повысить качество работы и прогнозирование, потому что это очень важно для разных сфер жизни и деятельности. Мы очень большую работу провели по наведению порядка на территории. Мы уделяем большое внимание озеленению населенных пунктов, прежде всего городов. Поэтому жесткая достаточно работа в этом плане поставлена. С целью достижения необходимых показателей в части озеленения в 2020 году в населенных пунктах области было высажено более 77 тысяч деревьев и порядка 30 тысяч кустарников. В результате этого площадь озелененных территорий в городах области увеличилась на 126 гектаров. Цифра внушительная. Но это не единственная сфера, где специалистам Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды удалось добиться положительных результатов. Одним из основных направлений стала работа с отходами. Эффективно работающий Брестский мусороперерабатывающий завод позволяет областному центру в этом вопросе быть городом показательным. Задача на следующую пятилетку у нас намного стоит напряжение и ответственнее. Мы должны повысить, по сути, уровень переработки бытовых отходов. А если сказать попроще, то извлечение вторичных материальных ресурсов должны увеличить практически в два раза. Мы ставим задачу вообще-то организовать сжигание, в том числе тех компонентов, которые могут, по сути дела, давать пользу и использованы как вторичные ресурсы, в том числе для получения энергии. Поэтому вот эту задачу надо нам, безусловно, будет решить, в том числе и на территорию Брестской области. Уровень использования в Брестской области твердых коммунальных отходов составил 31%, по республике 27%. В 2021 году показатель по извлечению вторичных материальных ресурсов из состава твердых отходов должен составить не менее 35%. И, как отметил председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ян Винскович, чтобы прийти к этой цифре, будут приложены все усилия. Большое внимание будет уделено эксплуатации объектов захоронения. Значит, для достижения более, видите, я сказал, за 2021 год процент изначения должен составить не ниже 35%. Поэтому с 31 до 34% поднять это будет не так просто. Поэтому именно усиливая контроль за эксплуатацию объектов захоронения, за значение кросса я, мы сможем, я уверен, что мы придем к этой цифре. В 2020 году было выявлено 120 фактов причинения вреда окружающей среде. За установленные нарушения к административной ответственности было привлечено порядка тысячи виновных лиц, а потому контроль за соблюдением законодательства у экологов в приоритете. Мы будем усиливать требования и спрос за выполнение природоохранного законодательства. Мы в этом году будем корректировать законы об охране окружающей среды, целый ряд нормативных документов, будем усиливать требования по возмещению вреда. И мы считаем, что с природой надо бережно обращаться. Поэтому санкции будут высокими и требования будут такими же адекватными. Несмотря на положительный результат, достигнутый во многих мероприятиях, в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов области, все же существует ряд нерешенных проблем. Это и ухудшение качества воздуха в городах Брест и Пинске, и отсутствие необходимых мощностей для сортировки образующихся коммунальных отходов. Эти и другие задачи будут решать в ближайшее время. Наши братья меньшие – тоже окружающая среда. Но как часто мы сталкиваемся с фактами просто бездушного к ним отношения? Когда-то Рексы и Барбосы были домашними любимцами, а сейчас их больше не хотят видеть в своих домах, квартирах. Их выбрасывают как ненужную вещь. А кому может понравиться видеть несчастное животное, одиноко бродящее по улицам, страдающее от болезней, голода, агрессии со стороны других животных, а иногда и со стороны людей? Мы в ответе за тех, кого приручили, но всегда ли это мы и всегда ли в ответе? Ответственность за них берут на себя соответствующие службы. В Бресте это специалисты участка по отлову и содержанию безнадзорных животных структурного подразделения Брестского мусороперерабатывающего завода. За годы работы участок доказал свою эффективность. Множество животных были спасены от голода и болезни, а затем переданы в заботливые руки. Как работает участок, как производится отлов и о людях, которые действительно любят животных, об этом расскажет Людмила Логодич. У кекса сегодня не жизнь, не одно удовольствие. Сыт, ухожен, имеет свой дом. У пса порода самая, что ни на есть дворянская. То есть дворняшка он. Но преданнее и умнее друга не найдешь. В семье Рыбачук в этом уверены. Когда отец семейства Денис загрелся желанием взять собаку, на сайте участка по отлову и содержанию безнадзорных животных нашел сразу несколько. Но после реального знакомства сердце его было отдано кексу. У нас всегда в доме жили собаки. Мы любим собак. Поэтому решили взять нового питомца. К сожалению, прежний наш друг умер, покинул нас. Не знаем, как его жили в прошлое, звали в прошлой жизни, до отлова. Но вот в приюте его назвали кекс. По-моему, менять кличку нехорошо, раз он уже привык к кексу. Пускай будет кекс. Хорошая кличка. Добрая. Он добрый. И он меня любит. И я его люблю. Он еще со мной иногда играет так в догонялки. Даже на поводке мы прогуливались с ним сразу в первый же день. Да, такие хорошие истории случаются. Но и не часто. Не всем собакам и кошкам так везет. Их выбрасывают как ненужную надоевшую вещь, как хлам. Отвозят на мусорки в дальние уголки города. И таких случаев печально, но факт не становится меньше. В данном момент на участке у нас 113 собак, 11 щенков и 18 кошек. За животными на участке ухаживают у нас рабочие по уходу за животными. Помогают люди нам, приносят сухой корм, так как мы его не закупаем. Волонтеры. Сейчас в зимний период, в морозы не приходится. Ситуация, наверное, ясна. Бывает, приходят волонтеры. Работники участка готовы оказать ветеринарную помощь, осмотреть, привить и стерилизовать животное по самым низким городе ценам. Но их возможности не безграничны. Сюда постоянно привозят четвероногих с улицы. Заявки от юридических лиц и населения поступают на регулярной основе. А еще сюда же добросердечные граждане, как воришки в ночное время, чтобы никто не видел их «доброе» деяние, подбрасывают животных. А они все понимают и просто учатся не верить старшему брату-человеку, который предал. Отсюда и глаза собачьи, печальные. Отсюда и лайк какой-то обреченный. Поступают к нам заявки от юридических лиц. Допустим, это санэпидемстанция, это ЖРЭО, это служба 115. И согласно этих заявок мы выезжаем на отлов. Специально оборудованный автомобиль выезжает по указанным заявке адресам. Кроме этого, происходит постоянный мониторинг наличия безнадзорных животных на территории жилищно-коммунальных служб города. Теперь лайки, бобики и барбосы найдут временное пристанище в участке по отлову и содержанию животных. Здесь у каждого будет вольер и миска с едой. Однако, каждая из этих собак все же ждет того самого единственного хозяина, чтобы отдать ему всю свою любовь. А как известно, собаки – самые преданные существа. Если вам одиноко, знайте, что в нашем городе есть место, где четвероногий друг и сейчас ждет своего хозяина. И возможно, что этот хозяин именно вы. На протяжении 18 лет Брестский государственный профессионально-технический колледж приборостроения, на тот момент еще ПТУ-151, располагался на территории электролампового и машиностроительного заводов. В 1998 году переехал в здание по улице Янки Купалы. Затем были открыты мастерские, отведенные исключительно под производственно-техническое обучение. Однако, со временем добавились новые специальности, и количество учащихся возросло более чем в два раза. Для того, чтобы грамотно организовать учебный процесс, директору колледжа Николая Шляшко приходилось арендовать помещение. Но эта мера не решала проблему. В сентябре 2020 года колледж справил долгожданное новоселье. Тогда губернатор области Анатолий Лис выделил колледжу здание по адресу Пушкинская, 84, где ранее располагался Следственный комитет. О дне сегодняшнего Брестского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения узнаем из сюжета Людмилы Логодич. На здании по адресу город Брест, Пушкинская, 84, сегодня вместо надписи Следственный комитет, гордо красуется вывеска Брестского колледжа приборостроения. Этого новоселья учащиеся администрации учреждений образования ждали давно. А потому, чтобы не откладывать переезд в долгий ящик, ремонт было решено сделать своими силами. Да, и эту лестницу тоже делали своими руками сотрудники, учащиеся и даже выпускник заведения. Мы здесь начали заниматься с 1 сентября. До этого здесь был Следственный комитет, располагался. И решением председателя областного исполнительного комитета Анатолия Васильевича Лиса нам оно передано в оперативное управление. Все нормы, которые касаемо санитарной службы и со стороны МЧС, они выполнены, поэтому они дали разрешение нам изменить назначение этого здания. Что касается ремонта этого здания, то мы не привлекали сюда никакие строительные организации. Все выполнялось силами работников колледжа. Каждый из кабинетов курировался тем заведующим, кто там будет работать в дальнейшем. И выполнялось все своими силами. Сколько вы заняли? По времени это заняло около полугода. В новом здании уютно обосновались мастерские для учащейся первой ступени профессионально-технического образования, оборудованное согласно последним тенденциям. Здесь есть специальные учебные каталоги, различные электромонтажные инструменты и изделия, наглядные стенды, которые используются в теоретических и практических занятиях. Одним словом, все необходимо для того, чтобы сделать первые шаги выбранной профессии. В одной из мастерских преподает выпускник колледжа, а ныне мастер производственного обучения Антон Менюк. Если посмотреть на наши стенды, что мы видим? Мы видим оборудование, можем посмотреть две схемы. Схема на 220 вольт, здесь что? Световая схема. Обычно в любом частном доме, в любой квартире присутствует любое из вот этого указанного оборудования. Ну и вторая часть получается стенда это 380, ну это уже производство, какие-то предприятия. Пуск двигателя, электродвигателя, магнитные пускатели, тепловое реле, ну и кнопочные станции, счетчик на 380 вольт. Учащиеся здесь отрабатывают подключение оборудования через провода по различным схемам. Эти навыки являются ключевыми в выбранных специальностях электромонтера и электромонтажника. Я решил сюда поступить, потому что, во-первых, по советам друзей, во-вторых, здесь есть возможность проявить себя как в творческом, так и в учебном русле. Можно учиться много чему новому. Я вот учусь на электрика, но думаю работать по профессии как закончу. В кабинеты курсового и дипломного проектирования проведен интернет. Компьютерное оборудование предоставлено Белгострахом, а будущие сотрудники страховых компаний – единственная чисто женская специальность колледжа. Аудитории, предназначенные для второй ступени обучения, оснащены приборами для проведения лабораторных и практических работ. Здесь занимаются ребята, получающие среднее специальное образование по специальности техник-механик. Кроме этого, есть классы английского и немецкого языков, кабинет психологической разгрузки и классы теоретических дисциплин. Но главные возможности, которые получают ребята, которые здесь обучаются. Поступал я в 2017 году на автомеханика, автомеханик-рихтовщик конкретно. Отучился здесь, много где проходил практику, на кузне, в автомастерских различных, на заводах. После чего я снова сюда поступил на повышенный уровень, так как мой балл позволял, и были перспективы. И теперь я учусь на технике электровакуумного производства. Учимся мы полтора года. Есть множество заводов, тот же Савушкин наш, там довольно-таки много вакуумной техники. В принципе, довольно-таки широкие перспективы нам предоставляет наш колледж. Широкие возможности колледж предоставляет как для творчества сотрудников, а это именно они расписали стены учреждения, так и для самих учащихся. Ребята мастерят своими руками различные приборы и побеждают в конкурсах. А все это стало возможным благодаря работе деятельного и позитивного директора Николая Шляшко. Благодаря его усилиям колледж сегодня растет и развивается, а выпускники возвращаются сюда работать. Теперь с новосельем появились новые планы, но это уже тема другого сюжета. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Ирина Кузьмич, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин